Субтитры делал DimaTorzok 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 Здесь был Медведев, президент России Россия союзническая страна Армения вроде бы союзница Любой среднестатистический армянин Любой среднестатистический армянин Мог послать Медведеву факс И написать Уважаемый Медведев, приветствуем тебя на армянской земле Могли такое сделать? Могли И они обязаны были, по моему мнению Они должны были передать этот факс Медведеву Я написал факс Медведеву о том, что О действиях на территории России Подпольной террористической сети Там факсы в этом, на страничку Было написано, где кого там взять Где какие документы изъять И чтобы доказать действие подпольной сети На территории России Она называется Россия без русских Там тоже уничтожают русских, армян, христиан Я послал такой факс В МИД Армении И попросил, уважаемый налбандян Передайте, пожалуйста, этот факс Медведеву 20 августа Медведев здесь Союзническая страна Вроде бы, да? Во всяком случае, в России думали так Они не передали факс Медведеву Мое мнение Что они боятся Боялись и боятся Что когда российский член Этой подпольной террористической сети Окажется где-то в дверном проеме Он обязательно назовет всех фашистствующих На территории Армении Вот почему они не передали этот факс Я пришел в парламент Армении Написал письмо На имя заместителя председателя Государственной думы России И написал Уважаемый Овик Абрамян Передайте, пожалуйста, мое письмо Заместителю председателя парламента России Они, извините за выражение Положили Я так думаю Если я не ошибаюсь, да? И на письмо, и на меня Это мое предположение И на парламент России Не передали Сюда приехал Грызлов Такие люди просто так не ездят Председатель российского парламента Думы, да? Приехал сюда 31 мая Я иду в парламент Армении Я написал письмо на имя Грызлова Опять Я не написал про Армению ничего Я написал Где кого в России Что, как Задержать или арестовать Или какие материалы из нельзя И попросил парламент Армении Союзнического государства Передать это письмо Грызлову Они не передали У меня возник вопрос На кого они работают? Вот может потому ОВИКа там и не нашли Может быть Потому что нужно было время Чтобы разобраться Понимаете? И получается Как тот студент, да? Те думают, что эти союзники А эти думают, что это, да? Вот Замкнутый круг Я убежден Что российская фашистская сеть Она связана с армянской сетью Вот они вместе уничтожают И русскую, и армянскую нацию Уничтожают христиан А почему они боятся меня? Потому что я предложил Совершенно новую формулу Есть святое правило Критикуй, а предлагай Мы не можем на каждом углу Вот это друг другу грызть глотку Извините Для того, чтобы именно Работали в России И знаете, очень хорошо Лучше меня Россию мало кто знает Я родился, вырос в России Я родился, вырос в России Я родился в великом городе Таганроге Таганрог, он старше на 5 лет Петербурга, Ленинграда Петр Первый основал этот город И сказал, что здесь будет столица В 1698 году основал Таганрог Но потом в связи с тем, что не было выхода в Европу А турки это турки Вот И значит, поэтому он перенес столицу через 5 лет в Питер Вот И основал Петроград, значит, в 1703 году Я родился в Таганроге 2 августа 1957 года Несмотря на мою морду и лица Мне 54 года Я достаточно молодой Я тасно-черт стариканец Начал заниматься журналистикой В 14 лет я уже публиковался в средствах массовой информации Я армянин в России Вот Это достаточно показатель Я горжусь тем, что Даже вот русских поднимали Позорили, говорили Смотрите Миша Унанянс луч у вас знает русский язык Вот 37 лет тому назад Мне, армянину В Русыстан Не член КПСС Дали рекомендацию Для поступления МГИМО Московский государственный институт Международных отношений Эти дипломаты под стол пешком тогда ходили Ахпер Вот Много воды утекло с тех пор Я на государственном уровне По линии серьезнейшей организации Работал в Индии Государственный комитет по внешним экономическим связям Работал переводчиком английского, русский язык Днем А вечером я бесплатно учил русскому языку Индийский инженерный корпус Инженеров, значит, и членов их семьи Я проехал всю Индию Дели, Карпута, Бомбей Вот Потом позже я был там, скажем так Ну, с частным деловым визитом А вот Это где-то 95-97 год Я вообще проехал всю Западную Европу Я был в гостях в Королевстве Непал Я жил в Лондоне Я жил в Берлине У меня есть Я знаю, как помочь Европе Я знаю, как помочь христианам Я вице-консул Я два раза встречался с вице-консулом Франции Во французском посольстве Я ей графически написал Оставил, значит, ну я не знаю Как своего рода завещание, что ли Я сказал, что нельзя ставить личные интересы Выше интересов своей христианской нации Это логично Но в то же время нельзя ставить интересы Отдельной христианской нации Выше интересов всего христианства Тогда мы выживем Я еще, я армянин Я мама инсемтыстер-абрамян Продолжатель рода священников Тер-тера-абрамян По папиной линии я унонианс Я, как мне папа говорил Я княжеского рода Значит, наши предки Наши предки, значит, по папиной линии Из Ордвина По маминой линии из Ордогана Вот испытал на себе все ужасы современного Вот это, значит, всего Демократия, она имеет Как и любая медаль Имеет плюсы, имеет минусы Насколько я знаю И Гитлер пришел демократическим путем к власти Потом, если я не ошибаюсь Кого-то или в Древней Греции Или в Древнем Риме В Древнем Риме тоже демократическим путем Проголосовали и отравили Вот так они проголосовали против этого Вот, я за то, что нельзя одним шприцем Колоть и муравья и слона Это, мягко говоря, глупо Поэтому, когда мы говорим Об несчастной армянской нации Которой здесь осталось, может быть, 2 миллиона Да? Вот, и говорим о Китае Которых полтора миллиарда Ну, мягко говоря, у молодежи не сходится ничего в мозгах Да? Ну, какая демократия Если китайцы скажут, давайте сейчас голосовать Да? Мы сейчас проголосуем И завтра они найдут Армению А если китайская разведка Даст задание 1 миллиону китайцев Жениться на 1 миллионе армянок И, извините, хана армянской нации Ну, логично А по вашему один вопрос У вас есть схема развития нашего государства? То есть, даже в этом экономическом положении Не помогайте душманам Извините, я вас перебил Да? 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 Я встречаю на улице незнакомых мне людей И говорю Не помогайте душманам Не мешайте работать Потому что, значит, ну, мягко говоря, не смешно Когда мы один раз в году кричим геноцид А потом целый год кому-то лижем вот это Вот у меня это не сходится в голове Я не могу жениться на дочери убийцы моей бабушки, например Вот у меня своя психология А когда мы молодежи вот эти мозги немножко поменяли Вот У меня есть свое четкое видение Выхода из этой ситуации Если христиане Скажем, ты в Париже Я в Ереване А кто-то в Вашингтоне молится Иисусу Христу То, мягко говоря, не смешно Когда мы, помолившись, вечером выходим и друг друга стреляем Я считаю, что мы должны научиться даже у врагов Всему тому, что поможет нашей нации остаться на этом свете И чтобы мы, когда мы придем на тот свет Чтобы нам не было стыдно перед нашими прадедами Потому что я повторю сейчас то, что я сказал своему сыну Когда мы вернулись с кладбища, похоронил мою маму Моя мама святой человек Террабрамян Пепроня Абрамовна В Харькове мы похоронили ее на кладбище Пушкинском Пришли домой, значит, застолье траурное Я сыну сказал Артурик, ты перед тем, как что-то сделать Подумай, как бы к этому отнеслась бабушка Хотя бабушки уже нет Тогда, может быть, кто-то такое же произнесет И когда я буду на том свете, да? А если мы забыли то, что делали наши прадеды Если сейчас, извините, некоторые армяне делают такие вещи Которые не сделают самый последний враг То это, мягко говоря, вызывает подозрения Я скажу сейчас, и я рад на пленку сказать это Я практически убежден, что мною вычислена вот эта вражеская сеть Которая уничтожает армянскую нацию на армянской земле От чего отталкиваюсь я? По моим материалам работает, значит, серьезная организация Мною получено письмо Федеральной службы безопасности Российской Федерации Что моя информация принята к сведению Главная военная прокуратура России Здесь кое-кто из серьезных организаций, насколько я понимаю, работает по моим материалам Я отталкиваюсь от того, что Гейдар Алиев и его сын Ильхам Алиев Они этнические курды Дальше, я иду дальше Мой дядька, из того, что я могу открыто сказать на пленку Жора Азнаурян Это профессиональный советский разведчик Который за успешную работу в фашистском тылу Кроме других наград Получил, если я не ошибаюсь, 18 благодарностей лично Сталина Вот, поэтому я считаю, что я ему должен Наверное, и многие из современного поколения За то, что он когда-то воевал Если вы воевали, значит, сегодняшние те, кто живые ходят по земле Они обязаны вам Если у нас будет понятие, значит, помнить добро, помнить это Тогда, а если кто-то, значит, извините, благодаря вам Остался жив И еще сел в какое-то кресло и вас уничтожает Это фашист Это фашизм Они толкают людей на смерть Они благодаря погибшим остались живы И, значит, забыли Я встречал здесь одного, который воевал и в Карабахе Воевал и в Афганистане Он сидит нищий, без ноги, просит милостыню Я скажу, чем я... Может, я немножко так... Извините, я пробиваю Вот самый главный вопрос Вы сколько лет в Армении? В Армении я здесь с 15 апреля... 16-15 апреля 9-го года Вот практически... 2009-го года 2009-го года Вы постоянно... Не выезжал я из... Нет, вы постоянно постарайтесь Вот... Показать вот государственным чиновникам, что вот... Угрожает что-то, какая-то опасность есть Я вам скажу так, образно говоря Здесь очень многие государственные чиновники Об меня вытирали ноги Вот это... А я Бога попрошу И, может быть, они без этих ног и останутся Притом обоснованно останутся Потому что для меня загадка Например, я вам сейчас с удовольствием на пленку покажу Значит, мне ответила администрация президента России Мне ответила главная военная прокуратура России, да? А мэр Еревана, начиная с Беглариана, не ответили Потом второму я послал... То есть российские чиновники заинтересованы А армянские почти не хотят даже слушать Я скажу так Перехватывают, наверное, мою почту Осознавая, что они сядут за решетку по моим материалам Осторожно, не упадите Вот... Перехватывают мою почту Я не исключаю, что кто-то в спецслужбах бьет по рукам Вот тем